Очередной гуманитарный груз с Алтайской земли. Фуру формируют и отправляют на территорию проведения спецопераций каждые две недели. Такая регулярность и не случайна. В крае действительно много организаций, предлагающих свою помощь, а на линии соприкосновения рады самым разным вещам. Так, кроме теплой одежды, машину загружают продуктами, инструментами, печами и автотранспортом. Одна из машин это Быстроистокский район. То есть они полностью наполняются продукцией весьма разнообразной. Она идет как нашим ребятам, а мобилизованным и регулярным частям. То есть это и техника, это и шины, это и шансовый инструмент, гвозди, скобы, которые тоже необходимы для укрепления. Есть и дронобои, есть и прицелы, есть разные вещи необходимые там для выполнения боевых задач. И есть часть продукции для мирного населения. Для жителей Славяно-Сербского района отправляют крупу, бытовую химию, военные госпитали, постели, лекарства. А в связи с грядущей зимой часть груза теплая. Для зимы, да, конечно, идет традиционно, есть и автономки, есть наборы, условно говоря, базовые, так называемая печка окопная, она же буржуйка. Этого тоже ассортимента есть, не в большом пока объеме, потому что это следующие будут отгрузки. Кстати, кроме гуманитарной помощи, родственники военных часто просят передать приветы. За эту часть груза отвечает руководитель комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристина Юстус. Конечно, помимо всего, что они передают, они просят лично передать привет и обнять сына или супруга. Всегда приезжая, я передаю первым делом эти объятия, которые передает мама либо супруга. Да, это есть, конечно. Ну и основное еще дополнение, это, конечно, пообщаться с ребятами. Невозможно по телефону поговорить из-за средств связи, которые нестабильные. И как бы в свете событий мы понимаем, невозможно все обсудить. Поэтому какие-то заявки, какие-то просьбы, мы вот для этого выезжаем, очно общаемся. Через пару недель на линию соприкосновения отправят следующий гуманитарный груз. Его наполнение схоже с этой партией, но будет зависеть от пожеланий командиров полка, говорят организаторы. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.